Шолом друзья, с вами как всегда я Майор, сегодня у нас будет видео о Пасхе в 2021 году, обсудим, что вообще стоит ожидать, будет ли какое-то мощное событие и что вообще будет на халяву. А я больше не смею тянуть, прожимай лайкос, пиши комментос, а мы погнали видос. Но вы не забывайте то, что все промокодики Free Fire, которые публикуют Гарена, моментально выходят в моем телеграм канале, ссылочка на который есть в описании под данным видеороликом. Так что переходите и не пропускайте промокодики, которые у нас уже очень скоро будут на чемпионате мира. Ребята, вот я вам сразу скажу то, что тут, ребята, у нас будет не новости, тут чисто как бы мои догадки, мои предсказания, так скажем. Как бы касаемо того, что я вам тут покажу, это как бы информация 100%, то есть типа эти вещи прям 100% будут. Но касаемо того, где они будут, ребята, это чисто мои догадки, так что не надо мне там говорить, что там типа, а ты сказал-то, что будет так, так и так далее. Тут я вам ничего, как бы, гарантированно не обещаю. Мы начнем с такой вот машинки, друзья. Вот с такого вот пикапчика. Я вам так скажу, друзья, вообще абсолютно все новостные источники, прямо реально все говорят, что данный скин будет бесплатным. Реально, ребята, прямо реально все говорят об этом. Так что мне реально хочется в это верить. Такой вот, ребята, грамотный скин. К сожалению, конечно же, без эффектов. Я думаю, это очевидно, потому что на халяву, конечно же, скин без эффектов не дадут. Да и вообще, гаран, сейчас что-то перестал делать скины на тачке с эффектами. В принципе, так он выглядит. Видите его обзор. И что я хочу сказать. То, что в Европе там уже данный скин вышел на халяву за миссии. То есть там выполняете миссии, получаете за них какие-то обменники и, соответственно, обмениваете. Так что, я думаю, у нас будет примерно так же похоже. Так, в принципе, для халявного скина неплохо, потому что вроде бы на пикапчик у нас еще нет халявного скина, да? Далее, ребята, вот такая вот дощечка. Я думаю, она будет в пополнении. В принципе, ничего особенного. Но дощечка такая, к сожалению, какие эффекты в плане полета будут, я не знаю. К сожалению, она, конечно же, как бы обычной формы. Ничего необычного нету. Так что мы переходим далее. Далее у нас будет такой вот фон с аватаркой. И эти фоны будут либо в каком-то лохотроне, либо же они будут просто за вход. Или же там какой-то обменник просто, который можно будет очень легко получить на халяву, соответственно. И на самом деле фон и грамотный. Он с этими яичками, такой фон прям кайфовый как бы. Особо глаза не режет. Да и спасибо на это. Так что фон реально грамотный. Я, в принципе, это жду. Далее. Что же нам же будет далее? Далее у нас будут вот такие вот авторитетные масочки. В чем прикол этих масочек? Я думаю, вы помните то, что у нас в декабре было событие. Или же даже в январе вроде бы. Ну, короче, зимой под Новый год была новогодняя халява. И так вот. Тут, я думаю, в принципе, у нас будет так же самое, как и было с новогодней халявой. Один вот из этих скинов, то есть одна из этих масочек, будет даваться совершенно бесплатно. То есть, скорее всего, смотреть как будет. Будут какие-то миссии, которые можно будет выполнять с помощью того, что вы будете носить данную шапочку. То есть, нам выдадут сразу же на вход данную шапочку на время. И мы будем с ней гонять и выполнять там какие-то миссии. Чтобы получить там еще какую-то халяву. И потом, еще там за какие-то нам миссии, нам дадут ее, скорее всего, полностью навсегда уже бесплатно. Ну, а вторая масочка, я думаю, будет за пополнение. Потому что, думаю, вы помните то, что у нас также там зимой было пополнение. В принципе, тоже с масочкой, только медвежий там вроде были какой. Так что, я думаю, в принципе, будет так же. Потом у нас будет вот такой вот, друзья, лутбокс. Лутбокс. Нормальный на самом деле. Он будет либо в пополнении, мне кажется. Либо в каком-то лохотроне. На халяву я вообще не надеюсь. У нас будет такой вот скин на Парафаль. Парафаль реально мощный. И у него еще есть статистика. У нее стата плюс урон, плюс точность, минус перезрядка. Я уж думал, вам говорит, что он, возможно, будет на халяву. Потому что там, помните, Калаш Сайнар давали на халяву. Ну, у Калаша Сайнар там статистика вроде бы с одним плюсом, да? Так что, я не верю, что этот скин будет на халяву. Я думаю, он будет в каком-то там лохотроне вместе с М14, который я вообще прямо сейчас покажу. Вот такой у нас пасхальный М14. У него статистика плюс урон, плюс две дальности и минус перезрядка. Данные М14 находили в файлах игры уже на баннере оружейного джекпота. Но находили баннеры вроде бы только на португальском языке и на английском. То есть, для Европы, как бы, то есть, для европейского региона уже 100% будет это в оружейном. И в Бразилии это уже 100% будет в оружейном. Но на нашем регионе неизвестно. Я думаю, понимать то, что это будет либо лохотрон, либо оружейный. Ну и, возможно, колесо фортуны. Но я, честно, вообще не думаю. Прям шанс 1% то, что будет в колесе фортуны. Скорее всего, либо лохотрон, либо оружейный. Дальше у нас уже идут сетики. Первый от нас будет вот такой вот космонавт. Это уже просто реально традиция. Вот реально Гарена вроде бы эту традицию еще ни разу не нарушала. На каждую пасху нам дают такого вот космонавта. И это реально прикольно. Потому что, я думаю, сейчас уже можно сквад собрать таких вот космонавтов разноцветных. И, соответственно, я думаю, понимать, что данный скин будет на халяву. Это прям, мне кажется, реально 100%. И это офигенно. Потому что можно будет уже как чер. Типа у чер там, знаете, эти смокинга разноцветные. А можно будет уже космонавтов все разноцветных сделать. И на туре как гонять и прикалываться. Далее у нас идет такой вот женский сет. Обзор у вас на экране. Сет неплохой. Башка полная дерьмища. Мне еще не понравилось что-то такое. Я вообще не знаю, что это за позор просто. Этот сет уже выпустили на халяву в Европе. А в Европе у нас халява часто бывает совпадает. Но я, честно, не думаю даже, что данный сет будет на халяву. И такой, в принципе, мужской сет. Я тоже не думаю, что он будет на халяву. Конечно, в теории Гарена может дать на мужской сет. Но шанс просто реально 1%. Я просто не верю. Ну что на 100% дадут на халяву? 100% дадут такой вот сетик. 100% будут фоны. И еще такая вот масочка, я думаю, 100%. На остальном 100% заканчивается. Ну хотя еще пикапик, возможно, 100%. Ну короче, в принципе, друзья, на сегодня все. Касаемо того, когда же будет у нас данное событие. Оно будет уже очень реально очень скоро. Хоть и сама Пасха вроде бы у нас будет вообще в мае, в начале мая. Ну говоря, не вообще насрать. И допустим, в Европе самый главный день данного события будет вообще уже 4 апреля. Так что когда у нас будет это событие, я думаю, в начале апреля, в принципе, так же. На этом на сегодня все. Если вам было интересно, прижимайте лайкос. А с вами был Майор. Всем удачи и всем пока-давай.